Мы должны посмотреть на разводку мостов. Ну, у нас теплоходы тоже на разводку пойдут. У нас все будут мелко отдаются. На вечернее разветение мостов дается скидка. И если что для этой скидки не добраться ко мне, я вот эту бумажку не пущу. Ну, мы говорим не надо. Ну, а мы с вами за дворцовым мостом, с правой стороны, можем увидеть бирюзового цвета здание с небольшой башней. Это здание Курскана. И здесь, по сути, в первом музейном помещении Петербурга Пётр хранил свою коллекцию странных и интересных вещей. Но смотреть-то на эту коллекцию вообще мало кто хотел. Поэтому Пётр издал такой указ. Всяк выходящему мужчине наливать чарку водки. Всяк выходящей женщине наливать покал вина. А всяк выходящему ребенку давать пряник. Вы знаете, что как он подействовал, мы привыкли ходить в конспланер, и сейчас даем больших очередях, чтобы там пробовать. И, конечно же, любители выпить, мы ходили часами по всему музею ради одной бесплатной стопки. Между собой, сговорившись, заядлые выпивухи выбрали один экспонат, к нему ходили, потом быстро шли на выход за бесплатной стопки. И в роли этого бедного экспоната выбрали чучело, рыбу, халяву. Так что без разума сходить по халяву. А халяву эту, кроме нас, кто больше всего любит, конечно, студенты, особенно во время сессии. И, без исключения, петербургские студенты. У нас сейчас с правой стороны, как бы, окон к нам стоит, заготового цвета здания с белыми полуколонками. Это здание 12 коллегий. Ну, и сейчас здесь полагается главный корпус Петербургского государственного университета. Из некоторых окон главного корпуса СПБГУ, конечно же, видит Благовещенский мост. Сейчас Благовещенский мост при повороте у нас останется с правой стороны. Благовещенский мост – это последний мост по пути Невы, Финский залив и Балтийское море. И как раз-таки за этим мостом стояла Аврона, когда совершала свой выстрел в 1917 году. Смотрите, мы сейчас...